На глазах поднялся наш Антоний. Он уже не грузчик на толчках, он работает теперь в тату-салоне, бьет наколки русским мужичкам. Говорят, его талант от Бога, только от какого? Вот вопрос. У него клиентов стало много, на наколку нынче страшный спрос. Он любую тварь тебе наколит, хочешь змея, хочешь паука, не почувствуешь практически ты боли. У Антона легкая рука, нанесет любую пентаграмму, по фуншую сделает этюд, то, что называли раньше срамом, после вдруг искусством назовут. Все заколотые в местной русской бане, не осталось места для креста, к нему ходят даже христиане наколоть распятого Христа. К нему ходят женщины, девчушки, в очереди за татой стоят, ковыляют старенькие клюшки, те, кому за шестьдесят. Расписных в России много стало. Нас накрыла синяя волна, как Антон, таких уже немало. В зону превращается страна. Еще ближе подбираемся мы к краю, все быстрее дней лукавых ход. Не поверь это, понимаю. Деградирует великий наш народ. Как же так, дружище мой Антоний? С детства дар был твой красиво рисовать. Мог бы ты писать картины и иконы, души грешников лечить и воскрешать.